Прошу вас, приглашаю вас в мир вау! Прошу вас, приглашаю вас! Прошу вас, приглашаю вас! Прошу вас, приглашаю вас! Я Марко Луальди. Сегодня мне будет приятного аппетита. Прошу вас, приглашаю вас. Прошу вас, приглашаю вас. Прошу вас, приглашаю вас. Прошу вас, потому что Corinthians Хачускин которmen мы和 upcoming команды. Прошу вас и things. Прошу тому, что мы собирли в最後 новой инфля Burени и достигаем их ли перехваты. И как это значит? Итак, начнем с историей компании. Мне понравится рассказать историю, потому что она очень разница от обычной компании, и сейчас я расскажу. Как это значит? Как это значит? Как я говорил, Маркут является представителем пятого поколения семьи, которые проживают на фабрике. Много людей с фамилией Луалд работают на самой фабрике для семейного дела. История начинается в 1859 году, то есть в этом году у них 160 лет истории семейного дела. В частности, первая фабрика, которая была conservана в магазине, была создана в Наполеоне III в том году. Почему именно в 1859 году? Потому что фабрика впервые выпустила фабрику, в котором в шапке была указана Луалди и мебель, которую они делали, она поставлена в предваре Наполеоне III. Итак, история компании, что это произошло с фаленьами. Мы всегда стали на фамилии фаленьами, которая занималась производителем всех других продуктов, которые обычно фаленьами имеют. Довольно таки частая история, что, конечно же, начиналось это все с ремесленных мастерских, когда фабрика занималась производителем под запрос, под заказ мебель и органов. Но, как это произошло с фаленьами, которая превратилась в компании сегодняшний день? Было изменение в 1950 году, когда эта маленькая фаленьами в стране, которую мы увидим позже, начиная работа с архитектами и, конечно же, для реализации, для реализации, для большинства очень высокого уровня. И в 50-х годах фабрика Луалди превращается из такого все-таки ремесленного представителя этой индустрии в промышленность, когда фабрика за руку завели архитектор и дизайнеры с целью выполнять очень качественно, очень дорогие проекты для клиентов высокого уровня. Поэтому, в период, когда все пытались стандартный продукт, экономический и удобный продукт, наш фаленьами специализируется в производстве высокого качества продукта. И, в отличие от других, которые после войны занимались массовым выпуском продукции для того, чтобы восстановить Италию и остальные страны и поставить массовые продукты, Луалди концентрировалась на работе именно по проектам маленького масштаба на все-таки очень высокого уровня с точки зрения дизайна и качества. Вы понимаете, что это уже промышленность для большого комплекса и которая работает на сегодняшний директор в Италии, а мы максимум. Поэтому, одна главная проблема, которая в Италии и в Италии, что у нас всегда держит и предоставил, что у нас всегда держит и безумно, и у нас всегда держит и поддержит об этом комплекте, составляет достаточно платный продукт, И в последствии мы убедимся, что фабрика все-таки, имея все возможности, она не разрастается в масштабе, то есть не превращается в промышленность, массовый выпуск продукции, все так же сохраняя вот эти вот ремесленные методы кастомизации, изменения гибкости и реализуют проекты, концентрируются все-таки на дизайне, концентрируются на проектах. То есть, до того момента, как дизайнеры их завели зарпу в проекты, в выполнении проектов, двери фабрика не производила никогда, и начали производить только с запросом мира дизайна на такие продукты, на продукты дизайна, на продукты качественные. То есть, это строительство, который вы увидите, в конце концов, в котором будут реализованы все продукты, и контролируем 100% из всех продуктов. Все производственные процессы происходят на фабрики, чтобы нет каких-то сторонних производителей изделий, все происходят на маркалку. В качестве, мы не имеем в виду только качество продуктов. продуктов, материалов и производственных процессов для каждого человеческого фактора. Сами разработчики находятся в последнем штате. Сами работники. Я лично знаю двоих, которые передают свои умения своим дальше поколения. когда одно поколение уходит, а сын встает на место отца и дальше продолжает вот эти все развивать. в том числе. В то время вы увидите, что здесь нет какой-то линейки, которая выпускает 2000-3000 продуктов. всегда работают в проекте, 5, 10, 15, 20 двери, но это каждая индивидуальная работа в проекте. Потому что стандартные двери у нас уже делают два места, очень даже хорошо. Думаю, что мы предпочитаем сделать меньше коробки, но более красивые. Предпочитаем сделать меньше количества, но более красивые. Думаю, что для этого, то, что компания, и эта характеристика более важная, имеет большую плоскость. Это означает, что из-за продукта для каталога можно сделать много customизирования, можно модифицировать продукты для каталога и можно сделать новый продукт. Гибкость это, скажем, такая характеристика. Когда мы используем продукты для каталога, мы можем выбирать размеры, подделки где-то слегка стилистико и удовлетворять те вопросы, которые возникают у ваших клиентов и у ваших дизайнеров. Конечно, для того, чтобы подарить продукты очень customизированные, мы также даем очень эффективный сервис. Это означает, что когда один архитектор, как мы видим в этой презентации, у нас есть одна запроса, мы ее интерпретируем и спешим ее в один продукт через нашу департаменту технику, который занимается инженеризацией продуктов и, в общем, из-за того, чтобы подразумевать в один продукт реальный, то, что в начале только была идея. Интерпретация этого принципа – это то, что разработчики находятся в штате фабрики всегда. Они работают со всеми студиями дизайна на любого уровня, когда дизайнер подает только картинку, как это должно выглядеть. Как это будет выполняться технически, именно разработчики происовывают технологически все стыки, все размеры и тестируют эти модели. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Знак – красная сосна итальянская. Спасибо. Почему именно итальянская? Ну ладно. Я-то Леша от себя добавил. Марфлига – русская в итальянской. Так звучит более колоритно. Итальянская сосна. У нас из этого сделан корпус. Шабрили – это мальтикемы. Выдавили прямо тряпу у нас тут. Поэтому мы создаем спритерный. Примерно то, что вы видите в данном ровне. Это ровная дверь. Каркас. Соте. И с двух сторон закрывают МДФ-панель. Ну, самый простой способ. Примерно. Примерно. Примерно то, что вы делаете динамиками. Катуре – чем какие выбирают динамиками? И чеки являются территорищами. nostra качества. У нас есть структура, которые мы используем для структуры. В этом случае мы используем структуру. Это техническая фиггер-joint. Пусть, пыль, синий. Мы используем один из элементов, так сказать, в рейке. Почему? Потому что, вы понимаете, она может привести с вами и так далее. И я, как мне? Это очень просто. Эта техника нужна для стабильности. Эта техника дает нам стойкость. Да, это дает нам стойкость. Смотрите. Опять же, как видите, мы тут специально подкатались. Дерем то, что мы видим, так скажем, то, что мы находим. Когда наши двери имеют определенную высоту, но мы сейчас говорим выше 240 сантиметров, но мы сейчас это используем в любой модели. Мы используем металлические вот эти, я их называю, ну, стержень. Для чего они нужны? Чтобы ваша дверь не начала у нас плясать ургинацию со временем. Потому что влажность меняется, когда эти поедутся, можно еще натягивать, они дают, так скажем, стойкость нашему полоту. Выше двух сорока шестидесяти это стандарт используют. Меньше по запросу за, по-моему, сейчас восемь евро, мы это используем в двери, которые высотой меньше. Это важно. В основном используются вот эти, как их называют, соты, из которых здесь не является основой кампуратора, конечно. Солты, которые, видите, панель, который является, так скажем, главным сердцем именно панели стандарт, они бывают тоже разные. Кажется, что мелочь. Ой, картонка простая. Нет. Бывают с маленькими ячейками, а бывают с большими ячейками. Конечно, вы скажете, ну, это копейки разница. Но в формате миллиарда дверей, как бы, в год, это большая сумма. Фабрика использует картон, который именно маленькие ячейки имеет. Для чего? Для того, что он имеет прощесть большого. Видите? Это очень важно. В общем, мы видим еще один из материалов, который мы используем в Толанто. Это у нас модерна для полиции. О, пусто. Да. Прямо используется. А то, когда нужно пройти по задней, и она плохо не поднимается. Молодец, что ж. Вместо провод, который вы видели, есть такой провод. Вот как тут и теперь. Готовая. Ну, готовая к вам. Такого скелета некого. Не оденусь. Вот как, в итоге это получается. Ширина полота. Потом она наносится на дефт, затирается. И является шпоном. Без шпона. Возьмите внимание, что воронок присутствует рабочая сила. Потому что эти круги, чтобы не так, они это замечают и переделывают. У нас еще автоматизировано. Здесь еще и у старого. Вот, кстати, как делается теперь. Можем посмотреть. Паблика. Поросы. Если мы сработаем, как мы здесь все сделаем, то мы сработаем. Мы сработаем. Мы сработаем. Другой, так скажем, отдел. Один из самых важных. И которые не все имеют. Это покраска. Вы можете посмотреть, как это все проходит. У нас два подразделения. Мы сработаем. Мы сработаем. Мы сработаем. Мы сработаем. В этом двух подразделениях. Мы сработаем вручную. Это когда, опять же, идут какие-то нестандартные. А вот в этих двух, это машина. Это все автоматизированный процесс. Опять же, делим стандартное производство от нестандартного. У нас очень интересно, покраска происходит сто процентов у нас на производстве. А вы знаете, что покраска, это уже финишная часть дверей. Она очень важна. В автоматизированном процессе, что у нас, чем луаде? Одна из характеристик луаде, это глянцевый лак, мы потом посмотрим, он как зеркало. Он очень ровный. Мы, в отличие от других фабрик, у нас процесс и покраски, а не опрыскивания, который, возможно, будет иметь какие-то наплывы, либо вот эти затертости. У нас называется метод окраски Каскад. Каскад – это льется такой тонкий слой краски, ровно по всему полотно. Ее как-то заливает. Это такой важный отличие. Пой-он, к date, мы будем делать это очень хорошо, слоев окраски если глянется до 7 раз красит затирает красит затирать на 7 раз я делает у нас вот этот круг вращение щетку но специальными щетками убираем мы это вот сейчас все вы увидите в этом случае мы можем поставить двери не акрасим состояние но все равно что дальше не акрасим вы используете ваш ваш тип отделка это может быть какая-то декоративная штукатурка по месту либо окрасить какой-то свой цвет мы также можем поставить данном случае для нас наносится так же лаком вы просто мат мы используем другой тип окраса так как двери это делается матовой тут как раз таки и каскадом как вы видите водопадом если переводить поливаем и опрыскиваем и то что вы видите в той стороне это печи в которых они высоко как раз так сказать у нас есть у нас в у 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 а это про их я имею в у вручную делается, но все равно вручную ты не сделаешь идеально, так как это делает машина. И тут вот панель, вы можете посмотреть, как выглядит массовая отделка, еще в несовершенном состоянии, только первые слои. Нет, вот это не просто, не бы, да, литер-строфы, да, что-то не превышает какой-то процент, а в калице не все строится, как стоит. Дамы и господа, этот процесс как раз такой, очень важные потому что тут мы щетками затираем ой на жильяне с которой уже по краям краска глянцевая они еще затирают чтобы иметь вот эту идеальную опять же начнут платно грязная посмотрим что пойдет какую-то дверь чтобы вы видели как она расскажу финишном уже варианте выглядит то щетки и затирать или мессанта вернице поделили диката повинную пикаты дали через это специальные пасты назовем да такие специальный материал который еще полирует лагеря плюс щетка и ума верничеатура китауна рифрации delle immagini molto nitida и molto precisa и а мы у нас пешки всегда у нас полы дети собаки собакаты все это есть но в домашних это все можно восстановить да вы можете отполировать если есть какие-то царапины посмотрите какой гляньте это наш гляньте если вы подойдете вы как бы тут просто отражение человек если ровно сделать ее ровно поставить такой себе декантовый митчей специально вы даже рады что на видите не обработанным вы посмотрите на торт на старца только какой слою толщины крас следующее подразделение которое мы видим тут идет подготовка для вставки фурнитуры я думаю да так как называет эту часть так скажем более техническая опять же время 12 10 12 все идут обедать вы тут не видите опять же людей но вы понимаете что у нас тут не два человека работают у нас масштабы и гостинопроект который мы сейчас видим а сейчас тоже приму контролу палитар марка пейджи говорит то что все равно везде у нас присутствует рабочая сила потому что мы не делаем все стандартные двери без нее пока никак но это очень важно они просто проверять качество если машина где-то вдруг ошибется тут идет перепроверка фабрики есть еще одно подразделение такой небольшой скажем внутри фабрики который мы сейчас видим а тут мы реализуем совсем так скажем прям глубокие нестандарты это когда например архитектор что-то свое рисует либо ваши клиенты я грубо говоря машина даже не может это вас произвести поэтому это вот это подразделение как раз и занимается реализация этих полностью нестандартных проектов поэтому вы тут и не видите каких-то дорогих промышленных инновационных машин в производстве потому что все делается вручную практически тестируется и они изучают но вот примеров это кстати марку нам очень много известных персон личности проекта чим мы не можем публиковать вам и оглашать это но к примеру марка горит это для салонов тиффани разрабатываю что но вы знаете в тиффани они любят этот хром сталь и это вот один из прототипов они взяли заказ для того чтобы ставить один из монобрендов тиффани вот разрабатывать как это будет выглядеть это на сталь но опять же этот тест производители которые увы вам возможно к сожалению либо к счастью не работать сильно на экспорт но фабрики которые отгружают много страны дальние так скажем который находится на большом расстоянии понимаю как важно упаковка и тут вы видите про деревянные скорбой про который я вам говорю тому помимо того что каждая дверь облицовывать на пупырку картонку то есть еще вот эти у нас мы их называем касса это деревянный чаркасс куда мы все эти двери упаковываем то есть а вот это очень сложно испортить наши двери очень сложно но все равно кто что кому получает швейцария